К мысу радости Сиреневых птиц Все равно, где бы мы Не причалили Не поднять нам сталь Пресни О, не буди меня Дыхание весны О, не буди меня Ты несешь с собой Светы розы Но, увы, пройдут счастье дни Булья кренет И все развеет О, не буди меня Не написать вам не могу Спасибо вам Спасибо вам за ваше пение За Вертера Поверьте мне Когда люди, сидящие в зале Не могут сдержать слез Это значит Все, что хотел сказать артист Они поняли сердцем И еще Берегите ваш голос Вам дано огромное счастье Доставлять наслаждение И радость людям А это так много И этим надо дорожить Это ведь не меньше, чем спасти человеку Жизнь или научить его жить Ваш голос заставляет забывать про все И это прекрасно Это лишь одно письмо Из многочисленных писем его поклонников В них благодарность, восхищение, любовь Все это он заслужил по праву По праву своего редкого таланта Он, народный артист Беларуси Валерий Глушаков И вот в долину к вам Девец мой придет Он знал меня В блеске славы моей Грустным взором гинет Широкий простор И не найдя меня Он горько зарядает Увы То не буди меня Основное качество Папа было Что он никогда не принуждал Он всегда старался Убедить Предложить что-то Рассказывал И своей биографии много И даже какие-то мы с ним Исполнительские такие уроки Он мне давал Это было ужасно интересно Как мастер сцены Вот он какие-то вещи знал Удивительные только вот Понятные для него Со мной занимался на фортепиано Конечно он не был пианистом Но у него было Изумительное чутье Музыкантское Папа Он вообще был человек Очень дотошный И скрупулезный Иногда вот он начинал Чем-то заниматься Его нельзя было Оторвать оттуда Приходилось Иногда насильно сказать Ну все давайте закончим Хватит стоп Он так работал Когда работал над образами Он каждый свой шаг вымерял И было удивительно Когда он Рассказывал об этом Он же был такой Крупный фактурный Такой атлетически сложенный Человек Руки такие крепкие И когда ему надо было петь Такие роли Скажем там Влюбленных юношей Сначала он не умел Он так крепко двигался По сцене Так А Это было Совсем не в характере Он мне рассказывал потом Как он это делал Как занимался Как он накладывал грим На пальцы Когда пальцы становились тонкими Или как он делал Нос тонкий Как надо было Двигаться на сцене Что не выставлять так руку Чтобы не было видно Крупных пальцев Конечно Был мастер Действительно Изумительный Настоящий мастер Отец он был замечательный А дед Он был вообще Просто золотой Мог часами разговаривать С внуком Выполнял его любые прихоти То есть дедушка Сделай мне скажем Знак Въезд воспрещен А второй знак Мне сделай таможня И напиши мне это На французском языке Такого то такого то Размера И все И дед приносил На следующей там Неделе Точно два знака Потом мы на даче Их устанавливали Начнем с маленьких Езды на велосипеде Причем Знаки были сделаны Настолько хорошо Что однажды Наш сосед Подъехал к даче Остановился И сказал Что сюда нельзя проехать Отец наш был очень Чрезвычайно деликатный человек Он умел слушать И когда мы с ним общались Он никогда не Высказывал что-то очень категоричное Он всегда хотел помочь Но помогал так тактично Общался с нами С детьми Со своими Как равны Никогда не было никакой Горки И дистанции Хотя он имел на это полное право И со своей вот Позиции жизненного Опыта Мудрости Да Вот с того что он пережил И с позиции его необыкновенного И таланта Какие-то достижения Он имел право Но никогда Он на это не шел Он всегда разговаривал Как равны С равным И при этом он всегда Оставался Недосягаемым Для меня это такой Лев-король Лев-король Среди всех Лев-король Это Русское Лаздолье Это Родина Моя Валерий Игнатьевич Глушаков Родился 1 сентября 1926 года На Забуднянских хуторах Это Кировский район Могилевской области Многодетной крестьянской семье Детей было семеро В 1937 году Сотрудники НКВД арестовали его отца И расстреляли за что? За то что был человеком верующим И посещал молитвенные собрания Валера очень тяжело переживал И эту утрату И клеймо Сын врага народа Но в советскую власть Верил Потому что был так воспитан Незадолго до войны Глушаковы переезжают в Бобруиск Валера всегда тянулся к музыке Но всему помешала война Кошмарная реальность и кошмарный сон Он много видел страшного, жуткого и все это пережил Он видел убитых заключенных Бобруисского гетто Он знал что в Бобруисской крепости Расстреливают советских военнопленных И видел тяжелый дым от костров На которых сжигались их тела Помогал партизанам За это был схвачен немцами Сначала гестапо А потом эшелон Идущий в Германию Но ему повезло Он попал не в лагерь уничтожения А совсем по другой категории Категории восточных рабочих 4 мая 1945 года Американцы освободили его и его товарищей Он прошел проверку СМЕРЖа И служил в Красной Армии до 1946 года Кстати в армии всегда был Запевал и мечтал о серьезном пении Профессиональном В 1950 году он вернулся в Бобруиск А потом поехал в Минск В надежде поступить Краснознаменный ансамбль Песни и танцы Белорусского военного округа Вот здесь начинается Самая главная и самая интересная История его жизни История его жизни История его жизни Для него Прежде всего это было искусство Но после искусства на первом месте Это был дом и семья 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 для него было все Ему ничего не нужно было Вот только чтоб все были дома Не дай бог Пойдешь в магазин И задержишься чуть позже Пока он хочет чтоб пришел Нет Вот дома все Он тогда себя чувствует Барином Довольный Счастливый Улыбается Он и подпевал Сам себе ходил Мурлыкал что-то Такой довольный Все дома Он был как курица-наседка Сколько мы с ним лет прожили Он никогда не пытался Поехать отдохнуть один С ним обязательно Должна быть я и дети Вот это вот для него был праздник Ну потом начал строить дачу Сам строил своими руками В свободное время от семьи Занимался машиной И в общем Все Вот такой он был У него было все хорошо Все хорошо Что бы ни сделал Все было очень хорошо Если что-то говорю Купить Мне ничего не надо Купи себе Саше Мне ничего У меня все есть Валерочка Что ты будешь кушать Вот это вот Все что не дашь Все буду есть Вот ты сначала съешь сама Дай Саше А потом я съем Вот такой он был ПЕСНЯ ПЕСНЯ Что я чую За сребрый лучный смех Что чистотой звенить За очи ясные За душу молодую Нас Нас Воль тебя Не любить Так уж получилось Что в ансамбль КБВО он не попал Ансамбль в это время был на гастролях И Валерий Глушаков решил Попробовать поступить в Государственную Белорусскую консерваторию А прослушивали его богатырев и оловников Корифея национального музыкального искусства Он исполнил песню Новикова Россия Понравился Произвел впечатление Его Приняли Его Преподавателем по вокалу Был Эдуард Евгеньевич Витинг Удивительный человек Прекрасный вокалист Он учился В Италии Он пел вместе с Собиновым и Шаляпиным И выступал на сценах гранд опера и ласкало Так что он попал в хорошие руки И ему повезло В 1956 году Валерий Гнатьевич Глушаков Приходит в Государственный Академический Большой театр оперы и балета БССР В то время в оперном театре в полную силу звучали голоса Лидии Галушкиной, Тамары Нижниковой, Тамары Шенко, Светланы Данилюк, Зиновия Бабии, Аркадия Савченко и многих других звезд вокального искусства Его дебют состоялся Но славу ему принес Жорж Масне Нон и Квалера Дегрие Голос у Глушакова Голос у Голос у Голоса Голос у Голос у Голос у Голоса Голос у 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 Г Тогда это не был театр опер, как сейчас. Это был театр опер и балета. Естественно, что огромный объем работы, и он работал, как сейчас работает компьютер. То есть он делал всё. Это сложнейшая работа, потому что цех солистов – это ведь яркие личности. Надо было иметь особый подход, чтобы как-то ладить. Он был таким человеком, что мог так прекрасно как-то общаться, что творческий климат в цехе солистов способствовал творческому расцвету. Это очень важно. Можно сказать, что, коль человек талантлив, талантлив на сцене, то у него как раз был и талант в организации, в руководстве. С ним было прекрасно ладить и решать все сложнейшие вопросы. Мы всегда его вспоминаем, потому что он был один. И один совсем справлялся хорошо. И нам комфортно, удобно работалось с ним. ПЕСНЯ Валерий Игнатьевич Глушаков был человеком натуры широкой. Работать так работать. А, кстати, о работоспособности он отличался исключительно. Дружить так гружить, гулять так гулять. Он был человеком непростого характера, принципиальным, а, проще говоря, во многом упрямым. Он был дважды женат. Его первая жена, Александра Годунова, судя по воспоминаниям друзей и близких, была женщиной удивительной. Она была членом диверсионной группы во время войны, была знакома с маршалом Георгием Жуковым, дружила с Лидией Руслановой. От первого брака сыновья Игорь и Владимир. Вторая жена – балерина Евгения Никитина. От второго брака сын Александр. И Игорь, и Владимир, и Александр связали свою судьбу с музыкальным искусством. И по сей день фамилия Глушаковых под влиянием родителей, по всей вероятности, и в первую очередь под влиянием отца Валерия Игнатьевича, у нас ассоциируется с музыкальным искусством. Они в день, они в ночи, не заплющиваются в очи. Ой-ой-ой, что сделала ты со мной? Ой-ой-ой, что сделала ты со мной? Валерий Игнатьевич Глушаков долгие годы пел в нашем белорусском оперном театре. Он пел ведущие партии тенора, обладал замечательным голосом, и верхний регистр у него был настолько интересный и настолько полноценный, что редко можно встретить... Обычно тенора, знаете, если верхняя нота, так он старается уже как-то ее взять получше. А Глушаков для него праздник был. Чем больше верхних нот, тем он радовался. Вот это партия. Когда я поступил в театр, он уже два года работал в театре и работал над партией Кавалера де Грие в Манон. Люди ломились просто на этот спектакль, чтобы послушать его. Он, кроме того, что у него был замечательный голос, он был прекрасный актер и внутренне всегда был наполнен темпераментом таким, понимаете, и правдой. Вот в этом спектакле Манон даже он иногда не выдерживал и плакал. Глушаков был самокритичен. Он никогда не говорил, что вот я вчера Фауста спел прекрасно. Нет, он всегда с грустью уходил со спектакля, и у него мысли были несколько дней или, может быть, даже всю жизнь, как это улучшить, где ему казалось, что он мог бы это сделать лучше. Валерий Игнатьич исполнял, я думаю, не менее пяти партий, которые были востребованы бы в любом театре нашей страны, а может быть, даже и в европейских театрах. КОНЕЦ КОНЕЦ Валерий Игнатьевич Глушаков умер 3 апреля 2005 года, не дожив пяти месяцев до своего 80-летия. Как большой художник, как талантливый артист, он прожил жизнь в большом искусстве великой музыки. И те, кто любит оперу, кто помнит его, вспоминают его блестящие партии Вертера и Кавалера де Грие и многие другие. К сожалению, его голос не часто звучит по радио, в телевизионных программах его имя не часто упоминается в прессе. Такова судьба очень многих талантливых художников. Но ведь было время, когда этот голос звучал в полную силу и дарил нам наслаждение. Было время, и в этом времени был он, и мы с благодарностью вспоминаем и это время, и его талантливого артиста, талантливого певца Валерия Глушакова. И вот в долину к вам девец мой придет, он знал меня в блеске слабым моей. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok